Подари жизнь. 20 апреля во всем мире отмечается Национальный день донора. Дата выбрана не случайно. В 1832 году петербургский врач Андрей Вольф впервые выполнил переливание крови. О том, как стать человеком, который может спасти жизнь другого, расскажет Елизавета Кабанова. А вы когда-нибудь хотели стать донором? Мы пришли в единственный в регионе центр переливания крови, чтобы узнать, как стать человеком, который может помочь спасти жизни. И я тоже решила проверить, могу ли стать донором. Первый этап – забор крови. В ходе анализа выяснилось, что я не могу быть донором. Низкое количество тромбоцитов – одно из противопоказаний. Переболевшие новой коронавирусной инфекцией также должны подождать полгода. Людям, у которых с кровью все хорошо, далее нужно взять направление и пройти медицинское обследование. Ну, скажем так, донором может стать у нас любой человек, достигший 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. Поэтому к нам может прийти, сдать все показатели крови, если пройти врачей, которых необходимо для того, чтобы стать донором. И в дальнейшем, если противопоказаний нет, может стать активным донором и сдавать кровь один раз в два месяца. На сегодняшний день в Ненецком округе 398 доноров, 250 из которых являются активными. В регионе поддерживают донорство, благодаря чему в отделение переливания крови стабильно приходят новые люди. Планово мы организовали забор два раза в неделю. Это понедельник и четверг с 8 утра. Это примерно по 10 человек. По 10 человек доноров приходят к нам два раза в неделю. Плюс у нас при необходимости мы вызываем доноров к нам сюда для каких-то неординарных случаев. Активно сдающим кровь каждые два месяца положена доплата в размере 2000 рублей. А тем, кто побывал на кровосдаче более 40 раз, не только дают звание почетного донора России, но и ежемесячно выплачивают 3000 рублей. А также есть ежегодная разовая выплата в размере 14 тысяч. Таких почетных доноров в Ненецком округе более 100 человек. А о том, от чего нужно воздержаться перед самой кровосдачей, нам рассказал Андрей Паневин. Если на утро будет кроводача, конечно, воздержаться приема алкоголя за несколько суток, не есть жирной пищи, копченой, соленой, отказаться от физических нагрузок больших, чтобы нам кровь не забраковать. При соблюдении всех этих условий, пожалуйста, всех ждем сюда, сдавать кровь. Если вы давно хотели попасть в число людей, которые помогают спасать жизни, смело идите в отделение переливания крови. Сотрудники не только расскажут вам все в подробностях, но и напоят вас чаем перед самой кровосдачей.